В творческом пространстве «Мир искусства» в рамках празднования Дня Победы прошел концерт заслуженного артиста России Андрея Новожилова с программой «Звезды Победы». Андрей Майевич – коренной дмитровчанин, закончил Дмитровскую музыкальную школу по классу труба. Потом играл в оркестре. Отец Майя Новожилов научил играть сына на гитаре. В 1974 году я написал, выучив три аккорда, как называется, три блатных аккорда, я сразу же написал первую песню. С тех пор этот талант, который мне дан Богом, он проявлялся на протяжении всего этого времени. У меня около 400 песен родилось с авторских песен. Это все мои как дети. Я всех их люблю и раздаю всем, кто умеет петь и кто хочет петь. Нам не нужно чужой киторий, мы не спер, не хотим воевать, но кому-то урок истории не советуем мы взорвать. После армии Андрей Новожилов поступил и окончил Гнесинское училище, а затем попал в ансамбль внутренних войск. Так случилось, что пришел к нам потом Йосиф Давидович Кобзон, и мы начали кататься по всему миру. Это было очень интересно, захватывающе. И вот 40 лет я уже работаю в коллективе, который сейчас называется «Академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации». Объездили весь мир. Сейчас наш ансамбль работает на всех площадках, на всех самых крутых, самых значимых площадках России. Как отметил артист, месяц мая для него особенно дорог. Очень много значимых событий переплетено с его жизнью. Бессмертный полк, священная волна, священный полк, победная весна, в небеснах сияют звезды великого полка, святые имена. Все мое существо, вся моя жизнь пропитана именно майскими праздниками. Ну, так как еще отец мой май, я Ильич Майевич. И плюс еще 1 мая, 9 мая. Это значимые даты для меня лично и для всего русского и советского народа, для моей родины, для всех моих родных и близких, для всех моих друзей. Это очень важно. Поэтому я сегодня решил, раз уж мне Господь, Бог дал такую возможность сегодня здесь, в этом прекрасном зале, поделиться своим творчеством со зрителями, я решил взять в программу все те песни, на которых я воспитывался, которые исполняли тогда Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Станиславовна Пьеха. Годы прожили, и опять за окном тихий вечер, смотрят с портретов, друзья, мучили вновь. Памяти наши сегодня и вечно, все они живы, все они живы, все они живы, все, все. В концерте прозвучали песни военных и послевоенных лет, а также авторские композиции Андрея Маевича «Звезды Победы» и «Святая Русь». Еще прозвучит песня «Русский по духу», которую блистательно исполняет Никита Бражников. Это молодой, но очень-очень-очень талантливый человек, который как раз и учился в моем городе, в Дмитрове. Он учился здесь как раз у одного из самых таких знаменитых в городе педагогов, это Вячеслав Лебедев. И что приятно, что именно с моей песней он выступал на конкурсах и уже завоевал два гран-при на международных и всероссийских конкурсах вокалистов. Потому что я русский по духу, потому что Россия моя делала, потому что в России родился, и я чисто меня родила. Выступления артистов, наставника, педагога и ученика наполнили песни этого вечера памяти каким-то особенным смыслом. Однажды мы с Вячеславом Юрьевичем, моим педагогом, изучали разные песни, и он сказал, давай споем песню, на тот момент называлась «Россиюшка», сейчас она называется «Русский по духу». И оказывается, что эта песня была автор-исполнителя Дмитрова, это был Дмитровский композитор Андрей Майич Новожилов. Я подумала, ну, нужно познакомиться тоже. Мы познакомились, то есть очень быстро, кстати, познакомились, это было не совсем долго. Почему я выбрала именно эту песню? Потому что для меня в большей степени, у меня вообще все песни, можно сказать, они патриотические. Потому что я считаю себя патриотом, я считаю то, что нужно постоянно не забывать это, великие наших героев, подвиги наших героев. Концерт получился очень душевным и волнительным. Здесь прозвучали такие композиции, как «Темная ночь», «Катюша», «Журавли», «Бери шинель», «День победы» и многие другие известные и близкие нашему сердцу песни. Продолжение следует...